За прошлый год в отдел по защите прав потребителей поступило 631 письменное заявление. Из них 481 относится к сфере торговли. Чаще всего мурмские покупатели предъявляют жалобы к некачественной сложной бытовой технике. И каждая четвертая жалоба связана с мобильными телефонами. За прошлый год в отдел поступило 75 подобных обращений, что по мнению заведующей отделом защиты прав потребителей Ирины Лебедевой указывает на то, что наши граждане не привыкли читать бумаги, которые подписывают. Мы, к сожалению, очень нетребовательные потребители на территории Российской Федерации. Мы очень часто заключаем договоры, даже не прочитав то, что там написано, особенно мелким текстом. Либо это делаем потом дома, удобно устроившись в кресле в тапочках. А все это нужно делать до того, как мы отдали деньги, как подписали договор. И когда мы дома выясняем, что есть пункты договора, которые нас совершенно не устраивают, а затем расторгать этот договор очень сложно. В силу того, что для этого должны быть очень серьезные основания. Потому что гражданское законодательство не позволяет в одностороннем порядке расторгать договор, если бы кому-то что-то не понравилось. Часто конфликтные ситуации возникают на уровне экспертиз. По мнению Ирины Лебедевой, к сожалению, граждане часто не знают о том, что закон дает право потребителю непосредственно участвовать в экспертизе некачественного товара. Прежде чем доверять свою собственность, а все, что вы купили, это ваша собственность, продавцу для разрешения спора, вы должны договориться о том, что на нашей территории возможно провести эту экспертизу, что товар можно передать из своих рук и задать вопросы экспертам. По закону о защите прав потребителей можно в течение 15 дней отказаться от товара и возместить его полную стоимость, не обращаясь в суд. Но есть товары, которые нельзя просто так обменять или вернуть, только потому, что они вам перестали нравиться. Кроме того, существует перечень товаров, которые не подлежат возврату и обмену. В том числе предметы гигиены, медицинские инструменты и аппаратура, контактные линзы, предметы по уходу за детьми, лекарственные препараты, парфюмерия и косметика. В последнее время в отдел по защите прав потребителей не прекращается поток жалоб от покупателей косметики фирмы «Дошили», которую муромлянки покупают в кредит. Стоимость этой косметики в Муроме составляет 50 тысяч рублей. Чемодан с кремами женщины обычно покупают после красивых презентаций. И только придя домой, дамы осознают, что 50 тысяч рублей за косметику для них – это огромная сумма. Расторгать такие договоры нельзя. В силу того, что это товар косметический, лекарственные препараты, в отношении этих товаров расторгать договор, если он качественный, нет возможности. И когда люди приходят и говорят, что вот мы вчера заключили такой договор, сегодня поняли, насколько это для нас непосильно – производить такую оплату. Мы хотели бы расторгнуть, но это невозможно. Люди плачут, очень жалко, но, к сожалению, закон не позволяет им помочь. Поэтому будьте внимательны, уважаемые покупатели, когда вы заключаете договоры. Очень внимательно взвешивайте, нужно ли вам это. Вначале выберите товар, подумайте, переспите с этой проблемой одну ночь, а потом уже принимайте решение. По словам Ирины Лебедевой, специалистам отдела удалось помочь только одной покупательнице. Да и то, договор расторгли, из-за веского основания у девушки после использования косметики началась аллергия. Не подлежат возврату и обмену животные и растения. Но Ирина Лебедева сталкивалась со случаями, когда дорогие горшечные цветы увидали, а декоративные кролики и попугаи погибали. Но в этом случае, рассказывает специалист, вернуть деньги покупателям практически невозможно. Учиться лучше на чужих ошибках. Поэтому, совершая покупку, подумайте не один раз. Ольга Килешина, Николай Молоденов, Новости 24, Муром.